Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Сегодня мы рассмотрим айсберг по Happy Tree Friends Amnesia. Его придумал не я, а пользователь Facebook. Он выложил свою версию на испанском языке в группу по Amnesia под названием Legion Amnesia Happy Tree Friends. Эту картинку я скачал давно, а самого пользователя этот пост я не нашел. Может он найдется в комментариях. Если вам уже интересно, то присаживайтесь поудобней, заварите чай и кофе, а мы начинаем поехали! Итак, как вы поняли данный айсберг на испанском языке, но не беспокойтесь, я его перевел на русский. Хотя некоторые фразы или их смысл может отличаться от оригинала. Будем продвигаться по блокам. Блок первый. Верхушка айсберга над водой. Legend Amnesia. Это как раз эта группа Facebook, где собрались все поклонники Себастьяна Родригеса в количестве 5,4 тысяч человека. Там же наша группа находит арты для вас, а я черпаю интересную информацию. Тоже именно для вас. Далее, слово война. Тут, я думаю, все понятно. Противостояние зараженных и всех остальных. Далее, полномочия. Я тут совсем не понял, что это к чему. Значит, едем дальше. Самая просматриваемая серия. Я так посмотрел, это серия Amnesia 3 на канале автора. Хотя я не знаю почему. Далее, выступления фанатов. И тут можно по-разному трактовать данную фразу, но возьмем просто армию фанатов и их зарисовки и фанатские истории. Далее, Flipping Flaky Para. И опять это на поверхности и ничего нового. Далее, специальные шорты. И тут или я не так понял, или я неправильно перевел. Либо я чего-то не знаю про вселенную Happy 3 Friends. Спускаемся к самому айсбергу. Тут нас встречает Спландит был понерфлен. Если по-нормальному, то силы Супербелки были урезаны в угоду сюжету сериала. Если вам интересно сравнение сил Спландит из оригинала и Амнезия, у меня есть ролик на эту тему. Ссылка по аннотации или в описании. Далее, копии зараженных. Тут скорее всего идет речь о повторяющихся персонажей как Петуния, которая вроде как убита была во второй серии, а вроде жива в шестой. Далее, Сплэндонт. Меня тоже интересует этот вопрос, появится ли этот персонаж или нет. Так он был показан не так как в оригинальном мультике, ну то есть он как бы копия, он как бы противоположность, но тут он был показан по-другому. И остается надежда на его возвращение в сюжет. Далее, Санта-каратель. Ничего особенного, просто праздничный персонаж. Ничего. Далее, фэндмейды. В принципе уже повторение, это про фанатов. Далее, возрождение. Кстати, этот пункт я считаю плохим знаком любого сериала или произведения, так как это ведет к сценарному тупику. Ты просто перестаешь переживать за персонажа, зная, что он по сути бессмертный. Далее, ДНК Флиппи. Такая интересная и загадочная вещь, которая конкретно так двигает сюжет. Без этой маленькой детали не было бы продолжения всего сюжета. А ее свойства просто магические. Далее, Ад и Рай. Нам показали оба места, значит они существуют. А вот сыграют они роль в повествовании, это вот большой вопрос. Наконец, мы оказались в водичке и переходим к следующему блоку. Значит, первый у нас Кинда. Я так понимаю, это блогер на ютубе, который делает теории по амнезии. Значит, он заметил что-то интересное. Далее, как ни странно, я. И это не шутка. Я ничего не правил. И в оригинале картинки названия моего канала есть. Даже не представляю, откуда они про меня знают. А если знают, то как они смотрят мои видео. Я, конечно, делаю субтитры на испанском и английском, но это такое себе. Неожиданно и приятно. Да. Далее, ошибки последовательности. А вот этот пункт мне нравится. Серии идут в нефронологическом порядке, и это круто, так как заставляет подумать головой. Хотя не всех это устраивает. Далее, слезы. Не знаю, какие слезы он имел в виду. Слезы просто или слезы черные, зараженных. Тут мне нечего сказать. Я не понял. Далее, безжалостность. Тоже непонятно, к кому это относится, но мне кажется, тут имеется в виду, что все стороны безжалостные и расчетливы. Нет пощады противнику с обеих сторон. Далее, инфицированные хорошие. И вот уже можно с 99% вероятностью сказать, что инфицированные это бывшие добрые люди, как я и говорил. Значит, мы с вами были правы. Далее, грешники. И тут все понятно. Мы это не раз обсуждали, и грешники это те, кто переступил закон или мораль. Далее, суперсолдаты. Это как раз новая тема, если посмотреть на трейлер о Мизее 6.5. Но может он еще имел в виду просто сверхспособности персонажей. В общем, это отдельная тема для ролика. Далее, Кира. Ну что тут сказать. Персонаж нормальный. У него есть свой отдельный ролик и история. Я так понимаю, она имеет большую популярность у зарубежных фанатов. Ну, больше, чем у нас. И может, она сыграет важную роль в сюжете. Далее. Сниффлс контролирует амнезия. Вот и что-то похожее на мои теории подходит. Да? Меня тоже интересуют нюансы его сыворотки. А еще вы можете поставить видео на эту тему на моем канале. Ссылка в описании и в подсказке. Задерживаем дыхание и плывем еще глубже. Первое у нас. Папаша Лемми. Уже глубже в прямом и переносном смысле. Если мне не изменяет память, то такого персонажа в оригинальном мультике нету. Получается, автор его выдумал. А и вокруг него можно построить целую теорию с вопросом. Как? Почему подарил огурец? Как он связан с душой? И так далее. Пиши хэштег Батя Лемми и я постараюсь родить эту теорию. Далее. Что есть амнезия? Как ни странно, у меня есть ролик с этой теорией. Так что переходи и не стесняйся и смотри и наслаждайся. Далее. Кап и поп. Так сказать, еще нераскрытые персонажи. К их роли у меня огромный интерес. Думаю, мы скоро их увидим. Далее. Мерч. Именно имеется ввиду мерчендайзер. Автор имеет ввиду фирменные вещи на продажу от Родригес. Но что-то я не нашел ни ссылок, ни примеров таких работ. Так что идем дальше. Нати. А что о нем? Тут не будем застрять внимание. Далее будут другие упоминания о нем. Далее. Оригинальный Ревенант. Ну тут все просто на самом деле. Автор амнезия, скорее всего, играет в Apex Legends и его любимый персонаж Ревенант. И он перенес его в свой сериал со всеми способностями в игре. Ничего интересного. Далее. Обезьяна-буддист. Кстати, я тоже жду этого персонажа в амнезии. Он достаточно силен, даже в оригинальном Happy Three Friends. Так что было бы очень интересно. Хотя он был в спин-оффах только, но надеемся. Далее. Лэмми. Что автора мил ввиду, непонятно. Едем дальше. Слабые стороны Хеба. Очень интересный вопрос, но это тема для отдельного видео. Когда я сделаю разбор его сил, тогда я и в принципе-то озвучу. Давление поднимается, и мы переходим на следующую глубину. Тут нас встречает Хэнди, заботится о кап. Я видел эту теорию в группе Facebook, и еще все заметили, что у Хэнди лопасть от шапочки кап. У него на поясе. Я даже не знаю, но очень правдоподобно и очень хочется увидеть продолжение и разобрать эту тему. Далее. Смерть сплэндит. Согласен, он задолбал умирать. Далее. Кромар мод. И где он? Ну ясненько. Пока мы знаем, что он куда-то ворвался и куда-то направляется. А где именно мы не знаем. Далее. Возможно кап мертв. Вот это уже интереснее, но мне кажется, что он жив. Потому что автор не будет убивать ключевых персонажей из оригинального Happy Three Friends за кадром. Это нелогично и неинтересно. Далее. Эксперименты с Нифлс. Опять же переходим на мое видео. Далее. Токсичность. То ли он имел ввиду комментаторов, то ли я неправильно перевел. Далее. Отсылки на другие медиа. Ну, тут имеется ввиду пасхалки и камео. Тот же Ревинант, пример хороший. Если вы поддержите эту идею, то я сделаю полноценный ролик и попробую отыскать больше пасхалок. Далее. Где суперстряд сплэндида? Очень хороший вопрос, и он мне нравится. Будет эпичная заруба, если этот отряд ворвется в бой. Но я сильно сомневаюсь, так как он тоже из спин-оффа. Далее. Комиксы Алан Клен. А, Алана Чана. Очень крутой парень. Делает просто шикарные рисунки по Happy Three Friends Амнезия. Ну и просто делает офигенные рисунки. Всем советую ознакомиться. Найдите его в фейсбуке. Ссылка будет в описании. И крайне. На этом уровне Мама Кап. Ну что тут сказать. Вопрос интересный, но глупый. Если в оригинальном Happy Three Friends ее не было, то тут никто не будет заморачиваться с таким персонажем. Хотя Родригес может и что-нибудь и нарисовать. Подкручиваем баллоны с кислородом и движемся еще ниже. И сразу интересности. Есть ли зараженные сильнее, чем Хеба? Конечно, это здорово, но навряд ли. Но только пока. По канонам жанра, главный злодей или герой должен быть имбой. Так что до развязки сериала мы об этом точно не узнаем. Далее. Смерть Рассела. Опять спорная ситуация. Мы точно не знаем, умер он или нет. Нам не показали его тело, так что я думаю, он мертв. Далее. Сниффлс предал организацию. Я немного изменил перевод, но и так все понятно. Вопрос этот мы разбирали. И он касается амбиции Сниффлс. Если вам интересно, то можете опять же посмотреть тот же ролик на моем канале. А вообще он не предатель, а просто злой гений. Далее. Ангел Смерти. Кстати, довольно спорный персонаж, учитывая, что мы ничего о нем не знаем. То ли он подчиняется Хеба, то ли это просто метафоричная смерть. Короче, вариантов много, и истину мы пока не найти не можем. Я думаю, что это просто смерть и к сюжету не имеет отношения. А помните, как раньше я думал, что это бот с Хеба, а? А? Если помнишь, встать лайк. Далее. Грешники. Опять мы это уже сто раз это обсудили и даже в этом ролике. Далее. Резистанс. Вот это уже интереснее. Напоминаю, это название так называемой группировки бандитов, где все рулит ревенант. Там же находится и Шифти. Еще 7 месяцев назад Родригес говорил о короткометражном ролике об этой организации. Так что вся информация нас ожидает в будущем. Далее. Гигглз жива. Ну что я скажу, вы видите скриншот, и если это не копия персонажа, то думаю, с Мачете в голове не живут. Я думаю. Далее. Кадлз вернется. Такая же ситуация. Он мерз с первой серии, если не копия. Хотя если удариться в маразм, то его сердце послужило первой жертвой и пробоем, пробуждение для Хебы. Так что все может быть. Далее. Флиппи умер? Хороший вопрос. Фактически он умер и находится в раю. А вот вернется он или нет, смотрите мою теорию по этому поводу. Далее. Почему Хеба не злится? Ну как сказать не злится. По сериалу мы видели, что кроме Флиппи особо никто-то и не злится. А насчет Хеба, я думаю, у него улыбка, боли и страдания, которую даже злость не может убрать. Но скорее всего, у него просто нет эмоций. Вот и все. Далее. Хеба всего лишь гость. А вот это уже здорово, кстати. Я тоже думаю, что мы видим только сосуд. И за всем этим стоит кто-то могущественный. Даже скажу, что по силам это существо богоподобно. А если автор имел в виду, что это внеземная сила, то тоже интересный вариант. Может инопланетяне хотят захватить Землю таким образом. Но что-то не похоже на правду. Свою версию жду в комментариях. Теперь мы пересаживаемся в батискав и приближаемся к самому дну. В темноте нас ждет амнезия возникла за один день. Я согласен с этим утверждением. Весь катаклизм начался и распространился сразу по всей планете. И это произошло почти мгновенно. Так что да, хорошее замечание. Далее. Второй глаз Рассела. Вот этот вопрос мне до сих пор не дает покоя. А персонаж, если и появится, то не факт. Объяснять нам ничего не стали. Теорий много, и я думаю, это будет в следующих роликах. Мы это, думаю, разберем. Далее. Зараженные животные. Смотрите, кроме рыб и осьминогов, мы в сериале никого из животных не видели. Но это условно. Все персонажи как бы есть животные. Будет смешно, если окажется, что все животные тоже заражены. Далее. Назначение Грузовика с бомбой. Мы точно не можем сказать, куда он ехал. Но 100% могу сказать, что он ехал по мосту. А вот что соединял мост, уверенности нет. Но смотрите. После разрушения моста в ту же сторону ехал Фликпи. Значит, если думать логично, то он ехал к Хебе. А поэтому мост соединял город и, например, какой-нибудь остров или другую часть города. Делаем вывод, что Грузовик ехал подорвать толпу зараженных. Логично? Логично. Далее. Диско Мишка получил свои колонки от Хеба. Ну, тут понятно. Как он получил или не получил, мы не знаем. Почему заряжается от земли, тоже непонятно. Откуда тогда Хеба достал это оружие, тоже непонятно. Короче, я считаю это условностью. У Диско Бир должно было быть оружие в его стиле танцевальном, музыкальном. Автор его нарисовал. Так что не вижу смысла искать ответ на этот вопрос. Далее. Проклятый идол. Вот этот артефакт хотелось бы в сюжете. В оригинальном Happy 3 Friends он убивал всех, кто был рядом. Так что ждем его появления в сериале. Далее. Занерфлен Диско Бир в Амезея 6. Опять наш танцор. Не понимаю, почему все подумали, что он был слабее, чем в другой части. Он просто включил свою шарманку на полную мощность и потерял бдительность. Он просто недооценил фрикпи. Вот и все. Далее. Зараженные дети. Не помню ни одного такого. Да и мне кажется, что такого быть не должно. Дети невинны, но они могут вырасти как плохими, так и хорошими. Так что я сильно сомневаюсь. И вот мы достигли самого дна. Здесь нас ждет самое интересное. И еще. Только Ктулху был тут раньше. Из кромешной бездны мы видим слово. Флаки изменила свою личность из-за ДНК Флиппи. Звучит, конечно, интригующе, но я не вижу тут смысла. Персонаж вообще в своей личности никак не поменялся после вливания крови Флиппи. Так что едем дальше. Сын Хебы. Опачки. А вот и тут эта тема. Напоминаю, что разбор этой теории я делал в видео про ваши фанатские теории. Но скажу, что теперь на 70% я уверен, что этот малой, ну в смысле белый малой, и есть его сын. Пловем дальше. Шифти предал Лифти. Не знаю, почему так автор решил, но звучит достаточно заманчиво. Нам показали смерть Лифти в серии 1,5. Если это, конечно, не копия персонажа. И Родригес упоминал только Шифти. Есть маленькая вероятность, что данное утверждение верно. Но я думаю, это просто просчет автора. Вот и все. Может Шифти и Лифти. Может встретиться еще. Далее. Возможно возвращение персонажей. Ну это уже точно всем понятно. Персонажи будут возвращаться по мере необходимости. Или возрождаться. С уровнем фантастики и магии в этом сериале все возможно. Далее. Оригинальные персонажи Happy 3 Friends, которые не появлялись. А вот это очень крутое замечание, кстати. Из основных персонажей нам показали всех, кроме Поп. Ну и Капа. Но хотелось бы и других персонажей. Второстепенных всяких, там со спин-офф и так далее. Таких как Буддист и Мышка, например, Кабум. Посмотрим. Может кого-нибудь и мы увидим. Далее. Сноуэрс в Амнезии. Тут все просто. Если он появится, то эпизодически. На сюжет он влиять особо, я думаю, не будет. Скажем так, будет камео. Думаю, это правдоподобно. Далее. Моника. Да, тут много вопросов к этому персонажу. А если вы думаете, что Моника это персонаж, которого вы видели на экране и которого убили в начале, то спешу вас обрадовать. Это не Моника. У ней другой чуть-чуть дизайн. Я кое-что предполагаю, кто это, какую роль играет, но тут вам не расскажу. Я даже знаю, как того белого малого зовут. Если что, сына, типа. Вы поняли, да? Но это тема для отдельного ролика. И самое тайное, и самое загадочное. И это долгое заражение лампе. Ну, это рофл, типа. Да-да. Именно так. И пока я написал этот текст, у меня возникла гениальная теория по этому поводу. Настолько отбито, что всем понравится. Но это тема для отдельного ролика. И вот, мы оказываемся там, где еще никто не был. Это загадочный мир мрака и ужаса. И что же нас там ждет? Первое. Сцена после титров Амнезия 6. Так и да, это самое загадочное и необъяснимое, что дает кучу теорий и мыслей. Что имел в виду автор? Кто эти персонажи? Что это за знак? Что это все значит? Вот и у меня нет нормального ответа. Но это ведь же интересно. Далее. Все умрут. Кстати, один из вариантов окончания сюжета. Я, конечно, высказывался по этому поводу, но это слишком скучно. Хотя я буду шокировать. Далее. Ученики. Я не совсем понял, о ком идет речь, но мне кажется, что это речь о фанатах и их фанатских историях. Или я неправильно перевел. Далее. К фликпи. Был облучен радиацией. То, что я говорил несколько раз. Значит, я не один так думаю. Скажем, 90% того, что это истина и да, герой был смертельно больным. Далее. Сердце Хеба. Тоже очень важный момент. Непонятно, что он своими действиями хотел нам сказать. Что было бы, если фликпи взял бы сердце. Почему оно то ли замерзло, то ли превратилось в алмаз. И много-много вопросов, на которые я не могу дать ответ. Посмотрим далее. Далее. В Амнезии 4 самый жирный спойлер. И опять же, хоть я и пересмотрел эту серию не один десяток раз, но я не понял, про какой именно спойлер идет речь. То ли к Амнезии 6, то ли о концовке, то ли еще что-то. Мало конкретики. Но да, спойлер по персонажам очень жирный. Вот и подошел к концу этот безумный ролик. Тут было тонна информации и теорий. Я думаю, вам было интересно и познавательно. Что вы думаете по поводу такого варианта айсберга? Думаю, теперь у вас в голове крутятся тысячи мыслей и зарождается сотня новых теорий и предложений. Спасибо автору за его труд. Надеемся, что айсберги еще будут всплывать чаще и будут радовать нас интересной информацией. Жду ваши мысли в комментариях. Сразу извиняюсь, что не будет ваших комментариев и персонажей. Ролик и так большой, и отнял у меня все силы и время. Надеюсь на вашу поддержку. Не забывайте прожимать лайки, бить в колокол, а еще подписочку жмакайте там. Да-да-да. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok